МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И по сегодняшний день сессия городского совета не созывалась ни разу. Инициативной группой было написано и зарегистрировано письмо, в котором депутаты настаивают на проведении сессии. На наше письмо, которое мы просили с просьбой собрать эту сессию, Гродинская міськая рада ответила, что она будет ее проводить до 31-го. Но, согласно законам Украины, про местного обрядования и регламент Гродинской міськой рады, сессия после обращения одной трети депутатов должна собираться не позднее двухнедельного срока. Поэтому мы настаиваем на проведении внеочередной сессии, согласно регламенту Родинского городского совета. Третьего выдержаны все сроки, сформирована повестка дня, подготовлены проекты решений. И в случае, если городской голова или секретарь в двухнедельный срок не созывает, мы, как депутаты, одной трети имеем на это право. После выбора прошло 7 месяцев, и все жители нашего города и депутаты прекрасно видят все, что творится в нашем городе Родинское и городе Красноармейске. Если взять город Родинское, то за последние 7 месяцев, кроме того, как бывший руководитель коммунального предприятия Кицко бросила коммунальное предприятие, бросили город в мусоре с деревьями, с ветками, и пытались саботировать всех сотрудников на какие-то действия, которые могли сподвинуть на то, что город весь будет мусор, некому увозить. Я думаю, что больше со стороны городских властей ничего сделано не было. Снова рассматривали вопрос об опиловке деревьев. Ведь после проведения всех работ подрядчик по договору обязан был ликвидировать весь мусор, чего до сих пор так и не произошло. Улица Железнодорожная. Там, где была произведена опиловка посадки. Все помнят? Я же не придумал. Вопрос. Эти деревья. Мы здесь и сидели в кабинете. Даже кто-то представитель сидел. Типа сети, да, вы сидели. Мы услышали, что-то проходит за счет бюджета, правильно? Идет опиловка за счет бюджета. Так это было сказано? Мы все поехали, когда сказали ветки. Там валят деревья. На данный момент, где было первоочередное? Там, где по залиням жители? Или в тупую, типа, посадку пилят? Когда стал вопрос, сказали, что это не исполком. Потом же все стали в исполкоме, когда мы здесь находились. Из нас из всех сделали дураков. После того, как поняли, что там пилять было нельзя. Нету актов, нету ничего. Сказали, это не мы, это люди самостоятельно субботник там проводят. Разговоры обучать там вообще не было. Подождите, мы когда здесь с вами сидели, нет, не мы сидели, были тоже люди. Вы сказали, что за бюджетные деньги идет осуществление опиловки веток. Мы все собрались и поехали смотреть. Там валят деревья. Вот тогда же у меня вопрос, как мы первоочередные решаем вопросы. За 7 месяцев с осени ничего не происходит, кроме как опиловки деревьев. Мало того, опиловка происходит, ветви не убираются, город весь в ветках, ранятся дети. Уже не один был случай, как поранился ребенок. Готовится какая-то комиссия и готовится конкурс по вывозу бытовых отходов. То есть там мусорная машина, которая находилась на хоздворе, еще при Кицко, которая принадлежит, ну, гласно-негласно городскому голове родинскому, сегодня под нее готовится тендер, чтобы она дальше зарабатывала деньги. Мы были против этого, так как и комиссию они сформировали только из своих людей. И стал вопрос только в том, что почему коммунальные предприятия, где работают жители нашего города, где все налоги и социальные взносы, зарплаты платятся в казну родинского бюджета, должны не оседать в нашем городе, должны даваться каким-то частным предпринимателям с города Димитров, с каких-то еще других городов. Одной из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день в Родинском является переход жилых домов в ОСМД. Депутатский корпус поясняет жителям правдивую и важную информацию. На коммунальной комиссии мэром города Родинска Федоровым Сергеем Владимировичем было сказано о том, что с 1 июля 2016 года жилищное коммунальное предприятие «Ржук» будет ликвидировано. Вопрос, кто будет вывозить мусор по городу Родинской. И мы же таким самым образом, если ликвидируем коммунальное предприятие «Ржук», повышаем безработицу. Сергей Владимирович агитирует, чтобы дома как можно больше переходили в ОСМД, но жители должны прекрасно понимать, что дома должны переходить с капитальным ремонтом на 90%. Он опирается от статьи номер 24, а по новому законодательству эту статью отменили. По закону номер 417-19. Дома переходят без капитального ремонта, и поэтому вся тяжесть, вся суть всего дома ложится на председателя дома и на жителей этих домов. Сергей Владимирович хочет создать коммунальное предприятие, отделение, при горосполкоме, в котором решения все в дальнейшем будут приниматься только главой. При этих решениях не будут участвовать ни депутаты, ни горожане. Цитирую дословно слова Сергея Владимировича о том, что ОСМД – это хороший бизнес. То есть он человек способен зарабатывать деньги, а не то, что решать именно проблему жилищно-коммунального фонда. Необходимо отметить, что на сегодняшний день предприятие «Ржук» работает в обычном режиме. Вовремя выплачивается заработная плата, но есть и проблемы. Предприятие на данный момент работает, можно сказать, что стабильно. Выполняем текущие ремонты по заявкам жителей, мусор вывозится регулярно. Учитывая, что согласно законам мы должны работать до 1 июля 2016 года, на данный момент факт о том, что будут нас закрывать или нет, мы пока еще не знаем. Нас в известность никто не ставил. Город, конечно, у нас маленький, старенький. Изнушенность домов, можно сказать, и сетей всех, изнушенность где-то процентов 75-80. Потому что люди на данный момент начали обращаться после дождя, что крыши у всех текут, коньки посрывало, поэтому нужны текущие ремонты. Бывшее руководство в свое время согласно ст. 181.1 НКУ не зарегистрировались в 2015 году. Наработано за 2015 год было 2 997 814 грн. При сдаче отчета на прибыль предприятия налоговая инспекция это выявила. И в данный момент нас уже зарегистрировали плательщиками. То есть мы со своей стороны, конечно, написали письмо в налоговую полицию о данном инциденте в город Краматорск. Но чем все это закончится, конечно, неизвестно. Общая сумма налога на добавленную стоимость, которую мы должны оплатить с мая 2015 года по апрель, включительно, 2016 года, составляет 294 398 грн. На протяжении нескольких часов велись дискуссии и обсуждались многие темы. После проведения заседания с полкома был подведен итог. В городе существует много проблем, помимо обрезки веток, которые существенно влияют на жизнь города, это и переход домов в ОСМД. Мы, как исполнительная власть, должны максимально передать дома в надлежащем состоянии для представителей ОСМД. В данном направлении работа не ведется. Ведется только работа в том, что коммунальное предприятие, оно не рабочее. Мы это слышим с уст родинского городского головы о том, что всех призывают переходить в ОСМД. Это правильно. В принципе, люди могут сами распоряжаться данными деньгами, но есть вопрос глобальный. То есть отопление, у нас одна система отопления, водоснабжение, одна система водоснабжения. Поэтому депутаты объединились, организовали, скажем, такой съезд представителей ОСМД, которые уже были организованы. И они создают сейчас объединение представителей ОСМД. Для того, чтобы есть какие-то глобальные вопросы, как и по отоплению, как и по водоснабжению, решали они совместно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сложившейся в городе Родинское. Жителям важно знать, что депутатский корпус, который они выбирали, отстаивает их интересы, продолжает заботиться о своих избирателях и готов к плодотворной работе.